друзья всем привет вы на канале сельчанка в америке приехал вот сосед наш и привез мне хотела говорить кукурузу пшеницу не мне моим курочкам я у него заказала попросила освободили вы мои бочки железные и они нам сейчас насыплют курочки это мы открыли уже на вечер чтобы они здесь немножко паслись да красавицы мои красотулечки на сегодня теплый красивый денечек воскресенье но уже вечер ты как туда попала ты как туда зашла вот какие огурцы друзья у меня остались смотрите уже ничего нет вот зато цветы какие красивые а что вот какая красота так помидорки уже зреют красивые и очень вкусные и большие есть всякие сорта кто со мной тут знает я покупала рассаду помните на помидоры и черри и большие и маленькие и сладкие и кислые все подряд и хочу показать клубничка моя это картошечка моя и смородинка моя и покажу зерно вот клубничку я уже прошла усы обрыва обрезала друзьям ну может быть раза четыре уже так быстро отрастают мне как бы много еще ну уже еще раз точки или рассада или пасынки как его сказать не нужны то я их выбрасываю спрашивала кому надо то никому не надо никто не хочет то не вот этой такой порядочке достаточно и приезжает таким вот трактором классным ай я покажу трактор него очень хороший хороший сосед не надо даже ничего носить вот они насыпают как классно вау какая красивая вот это курочка моим будет объедение красота слава богу за хлеб как я люблю все такое и скажу вам цену сколько будет я думаю здесь будет больше тонны наверное потому что 2 4 6 8 10 бочек у меня таких железных посмотрите как она это такой большой прицеп или кузов и там пшеница а такая чистая красивая и вот она оттуда высыпается и вот по такой трубе идет и вот таких будет у меня 10 бочек друзья будем друзья сейчас делать эксперимент мне очень интересно будет будут ли мои вот эти маленькие цыплятка есть пшеничку они же привыкли к кукурузе вот эти шаровары красивые вот пушистые иду рассчитаюсь и понесу курочкам все теперь друзья есть у меня овес нет это не овес когда-то мы покупали овес это кто-то написал пшеница такая красивая чистая такая красотулечка наша за этих 10 полных бочек друзья 510 долларов я дала 520 10 долларов за то что помог ну приехал готовые насыпал знаете ну не нужно ехать к нему набирать забирать привозить все вот как классно и эту трубу а подвигает и все молодец спасибо ему большое я всегда в него беру и кукурузу у него беру ну конечно же только ну как бы если взять один мешок то он не будет так продавать он не играется с одним мешком ему нужно тонны чтобы ты брал так что ну бывает если я заказывают пшеницу вот я ему сказала когда только начали убирать пшеницу я ему написала что я хочу купить но пока у меня нету бочек и говорю пожалуйста оставь мне тону то он оставила уже все продал и в эти дни он был занят потому что работает все убирает поля у них и коровы и все есть они большие фермера хорошие очень то только сегодня у него нашлось а время вот воскресенье после обеда приехать и нам насыпать красивой пшенички и вот немножко рассыпалась я это сейчас соберу и занесу курочка красотулечка моим они и сами сюда прилетят а это не рассыпалась это ног такое немножечко мокрое видите я думаю это может быть было в начале трубы или как там но не знаю и он может быть решил сюда сыпануть чтобы не ничь ну была чистенькая сухая вся в бочках я очень довольная слава богу теперь курочкам поменяю немножко корм потому что в прошлом году я как-то не успела купить зерна кукуру пшеницы только кукурузу потому что поздно написала он говорит все продал но я не предупредила него то я в этом году уже заранее предупредила и спасибо большое и теперь эти бочки муж их все перевезет мой сарайчик маленький тот вот он берет эту крышку есть на такой обруч он одевает обруч и ее можно есть такая тележка он кладет ее туда и везет и снимает обруч и на другую бочку вот накрывает накручивает так она вот свободно ты так не перед не перекатаешь ее не перекрутишь так что танечка мой хороший молодец красиво поешь симпатюля ты моя иду возьму ведерко друзья и посмотрим как они отреагируют на пшеничку какие помидоры вот какие большие то такая накрученная такой сорт брала и вот такие есть большие понемножечку уже спеют созревают ну и обламываю они снова растут верхушки вот недавно трощила лотошила их и все равно огурцам уже кирдык вот как ну ничего я закрыла 46 банок двухлитровых друзья но как говорил муж в этом году тебе надо больше закрывать потому что гости будут котруся приедет даст бог а эти огурцы что-то не хотят друзья не расти те что я пересадила просто пропадают и все просто как будто бы кто-то их вырвал и обратно вставил землю и не придавил ничего просто ну как то так даешь чего вот шароварки зашли проверечку сделать до осенью друзья я уже не пропалываю огород я уже не как бы не переживаю за него не гонюсь чтобы он был чистый там и все потому что чтобы корочкам было когда закончатся помидоры хотя они долго будут то я уже буду открывать дверку сюда чтобы они здесь лакомились всякими такими вот вкусненькими травками всегда вкуснее где-то наша лаванда только белая красавица наша будет очень большая куречка так идем по ведерко красотульки сейчас вам принесу что-то вкусненького посмотрим вашу реакцию как вы будете есть и друзья здесь не тона здесь больше тонны зерна потому что я ему попросила писала сначала тону а затем написала 10 вот таких бочек так что в этих бочках я вам даже скажу сейчас какая же здесь емкость сколько что паунтов сюда помещается не помню как-то по объявлению мы смотрели чубастик как кушает смотрите это еще не высыпала им в кормушке они сразу с ведра ух мои красавицы понравилось да вкусненькое вкусненькое чубастика моего моего чубастика отогнали на мой маленький хороший хороший давай 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 вкусненько да лапу ли вы мои я думала эти маленькие не будут знать как есть вот лавандочка ух моя красотулечка я не вижу две штучки у меня есть даст бог друзья доживом доживем на следующее лето то я куплю лаванды вот этот вот это еще нет я не буду тебя трогать ой какие глаза красивые она мне очень нравится кто здесь у нас так что-то там что-то на горле или или что-то водички попив водички это же новая еда для вас ее не знаете да вот в горлышке застряла и иди иди водички попи вот это и и дальше и дальше старается смотрите не боится не боится ничего не боится а почему же боятся когда я их никогда не бью бывает там немножко посварю или как так сказать если цыплят они сильно бьют иду высыпать а то только главные вот может достать тамичка тоже здесь немножко насыпала сюда чуток малявки знают вот это курица вот это наша полька ее зовут полечка она очень старенькая она у нас живет друзья уже пять лет и мы ее муж купил ее в одной такой хорошей четки в которой было очень много кур всяких породистых он ее купил а вот это молоденько тоже красивая окраска 2 наверное и здесь так и смотрите вот как работают усе усердно но непривыкшие еще вот начинают как вы кашлять так делать о другая да иди ж воды попей ну водички попей девочка моя что такое что там стало а та вот лысая совсем уже старенькая такая и цесарка мне много насыпала чуток так ну такие они трусливые так боятся я не знаю цыплята не так эти очень боятся они меня в этой будочки сидят потому что мы еще маленькие подросли немножко но все равно а ну нельзя клеваться вы биться вот какая белая у нас красавица это немножко кур друзья все остальные гуляют потому что открыт открыты двери туда на выпас на улицу на двор то все там но сейчас будет уже темнете у нас уже восемь темнеет они все заходят быстренько ой как интересно и у меня сейчас друзья 355 квотчик вы представляете они мне нужны начало сентября конечно же нет что ждет лаванда маленького ущипнула да нельзя что же делать говорят что нужно под ведро засадить там в темноте без воды без еды на три дня или как ну мне конечно же так жаль делать то я что делаю чтобы они мне не мешали там где куры несутся в сарае там они туда садятся там крик такой делают что то я их занесла сюда принесла вот сюда в будки у них есть здесь две сидит а здесь три там места им достаточно вот так уже на два дня наверное то у них есть и вода и кукуруза и пшеница друзья так что они сыты и не жаждут они воды все у них есть но я жду чтобы они перестали мне квактать не нужно мне уже цыплята на зиму не хочу где их держать достаточно вот и так еще самый младший есть видите вот малявка какая это самый младший цыпленочек ой тоже уже пшеничку клюет там еще и клювик такой маленький пшеница не пройдет ничего работает малявка все пшеницы довольные по поводу мышей друзья спрашивали многие сработал ли клей да друзья сработал я положила четыре тех таких две упаковочки но там под по два листика то четыре листика за ночь за одну ночь сразу те листики я закрыла двери чтобы куры не выходили и окно закрыла чтобы не вылетали чтобы никто не попался то за одну ночь 14 мышей друзья приклеилась до представляете ату на ведро еще еще не сделала и смотрела на youtube как делать но как-то не доходят руки и теперь думает надо было купить ту крышку и все готовы наверное так и будет заеду куплю и все потому что не 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 доходят руки некогда мне то работа то турбота и вот так пушистичек мой орлик есть жив здоров такой красивенький все с ним нормально вот уже там дамы дамы с пышными задами вот такие булочки уже наелись и пошли туда все здесь проверили младших не раз клюнули это так делают они когда ястребля тавит но я не вижу цепаньки ветерок хороший такой вот друзья мои малявочки здесь им то место достаточно но все равно я бы их уже выпустила на сюда во двор но я переживаю я не знаю как они они такие трусливые они сразу просто не дают если я дверцу открою еду им ставлю они прыгают они они убегают сразу в уголочек кричат пикают такие пугливые и если их выпустить сюда во двор куром я не знаю куда они полетят куда они направят свой путь найду ли их я и как как быть с этим делом не знаю зерна друзья у нас здесь где-то около двух тонн я думала это здесь тона но оказывается нет здесь 10 бочек и и я думала если 10 бочек пшеницы это один вес и 10 бочек кукурузы это один вес но муж говорит это совсем другой вес овес тоже другая другой вес у него кто что легче что тяжелей то у меня здесь около двух тонн где-то ну будет что кушать нашим курочкам золотулечка мужем муку мы не делаем когда жили на украине вот мы сеяли зерно вот так как отруся эту ездила сушить я тоже так друзья делала сушила и вот такое зерно мы везли в млин и делали муку для выпечки для хлеба высший сорт второй сорт черная белая мы говорили и и отходы были такие комбикорм назывался это было для свиней потому что у меня как мы жили там у меня была корова у меня были свиньи куры кроли что еще у нас была собака была цыплята кочанята гусят все было друзья очень тяжело было жить да но было все свое молоко главное если есть корова то есть сметана есть молоко есть сыр и все нос сметану ему и масло есть и и сметану и масло домашнее я не люблю и не ела но зато детям было молочко вот так вот где они любят ходить где они любят быть малявки вот вот два брата два брата видите это два братика они вместе гуляют те которые мамулечка оставила только что орлик приходил но не успела заснять так как убежал где-то сюда но он пшенички поел тоже свежий где-то сюда убежал на работу дальше работать павлинки идите кушать и пшеничку вам привезли что там за крик такой ну что случилось что случилось все ко мне идут я стою с ведром они думают что в ведре что-то есть я ведро пособирала яйца и еду уже они все прут чубастик так 44 пушистика черных есть помчались туда вот я здесь сажусь ложусь когда тепло хорошо вечером так люблю и наблюдаю за ними смотрите все за мной все там вас есть пшеницка идите кушайте идите туда свежая вкусненькая да вы что масло хотите или сметаны уже или конфет каких не знаю или мой голос услышали и что интересно ладно но эти большие куры да они уже знают меня привыкли но вот эти молодые даже эти цыплята маленькие они смотрят что делают старшие и они за ними это только вечером и мы им открываем так вот сюда чтобы вышли немножко а так целый день они сидят там потому что летают всякие ястреби всякие истребители друзья то так мы не выпускаем всем спасибо друзья за просмотр и и всем пока пока пятьсот десять долларов заплатила за 10 бочек пшеницы еще скажу